Всем привет, это студия СЕМ, меня зовут Илья Рыбин, сегодня в выпуске. ШОС в новой геополитической реальности. Главы МИД Шанхайской организации сотрудничества съехали с Ташкент, чтобы обсудить, как жить и дружить в это смутное время. На повестке и Афганистан с его проблемами, то есть с нашими. Как будем помогать талибам и голодающему народу? Время паниковать или мартышкин труд? В Казахстан поступили тест-системы для выявления ОСПы обезьян. ВОЗ до этого объявила вспышку чрезвычайной ситуации мирового значения. Неужели все по новой или кому-то выгодно нагнетать? В Казахстане скот снова начал чем-то массово заражаться. На этот раз в Улытау. Хотя география уже не так важна, когда ЧП превратились в систему. Что захворь на этот раз и кому выгодно, чтобы она не стала последней? Во всем информационном потоке мы выбираем только то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. И для начала предлагаем принять участие в нашем опросе. Верите ли вы в реальную угрозу и опасность ОСПы обезьян? Потому как некоторые страны уже начали вакцинацию. Итак, в Шанхайской организации сотрудничества намерены обсудить геополитику и решить, как жить в постоянной турбулентности. Особенно в нынешней. Для этого в Ташкент съехались министры иностранных дел, страны участниц ШОС. Делегации уже начали проводить двусторонние встречи. Шавхат Мерзиуев поговорил с главой МИДа Китая, с последними и Россия. Кстати, очень показательный момент на их встрече. Ван Ижа замешкался перед входом. Не зная, снимать маску или нет, Лавров, не растерявшись, сказал на английском. Не бойся, ты с друзьями. Фрагмент этот моментально разлетелся по телеграм-каналам. Там уже разные версии строят эксперты. Но вернемся к повестке. Сабина Тургаева расскажет, какие главные темы будут обсуждать и на что может повлиять эта встреча. Любое мероприятие в регионе сейчас место максимальной концентрации внимания. Вот такой тренд, который легко объяснить происходящими геополитическими изменениями. По официальным данным, министры иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества будут говорить о региональной повестке и обсуждать расширение объединения. Политолог Адиль Каукенов же считает, что ШОС сейчас может обрести второе дыхание. Поэтому переговоры будут плодотворными. Выяснилось, что оказывается, да, региональные организации могут обеспечить в первую очередь стабильность. Необходимы вот какие-то устойчивые, понятные правила игры. И в этих устойчивых правилах игры в регионе Казахстан заинтересован как никто другой. Наши крупнейшие соседи это Китай, Россия, Иран и так далее. И нам нужно понимать, как мы с нашими соседями будем работать, какова будет внутри система привлечения инвестиций, торговли, экономического развития, технологического развития, технологических стандартов. Главы внешнеполитических ведомств стран ШОС собрались в Ташкенте еще накануне. Сегодня некоторые из них проведут двусторонние встречи. Основное мероприятие состоится завтра. Кстати, столица Узбекистана стала первой остановкой министра иностранных дел Китая Ван И в его турне под центрально-азиатским страном. Далее дипломат отправится в Кыргызстан и Таджикистан. В Казахстане он был месяцем ранее. Политолог Максим Казначеев считает, что активизация Пекина в регионе не случайность. Пекинская дипломатия берет на себя функцию формирования блока Большой Евразии, неформального блока, который будет способен на равных противостоять блоку западных стран во главе с США. В этой связи Пекин предпринимает шаги по ревизии отношений со странами ШОС и в том числе со странами центрально-азиатского региона. Еще один немаловажный вопрос вступления в ШОС в Беларуси. Минск долгое время имел в организации статус наблюдателя и прямо, скажем, осторожно относился ко вступлению. Но похоже, что сейчас у Лукашенко не такой уж большой выбор. Стране очень важно стать частью большого объединения. Для Беларуси важно вот эти все свои процессы систематизировать. Тем более, что у нее нарушились отношения с Западом. Поэтому ШОС представляется для Минска хорошей и серьезной альтернативой с большими рынками. Внутри ШОС нету по отношению к этому противоречий. Беларусь является нашим традиционным партнером и для Казахстана, и для Удбекистана, и для Кыргызстана, и для Китая, и для Индии, и для Пакистана. Поэтому никакой повестки, чтобы кто-то противодействовал желанию Беларуси вступить в ШОС, нету. Поэтому, скорее всего, ее заявка будет однозначно одобрена. Совет министров иностранных дел – завершающее подготовительное мероприятие в преддверии встреч глав государств ШОС, которое состоится в сентябре. Напомню, что в прошлом году в центре всех обсуждений, помимо антиковидных мер, был госпереворот в Афганистане. Сегодня акценты сместились, хотя, объективно говоря, все, что связано с Кабулом, по-прежнему несет в себе множество тем для обсуждений. Сабина Тургаева, Ермек Махметов, Студия 7. И судя по недавней конференции, в том же Ташкенте страны Центральной Азии, Россия, Китай и Пакистан намерены вплотную заняться его развитием. Цель – снизить высочайший уровень бедности и, в том числе и ради безопасности, обеспечить стране хоть какую-то стабильность. Бахрамбек Талибжанов с подробностями. Экономический кризис, возможно, является самой важной проблемой в Афганистане и движущей силой конфликта. Так считает ВООН, по оценкам организации, в августе прошлого года экономика так называемого Исламского Эмирата сократилась на 40%. Такой же цифры может достичь уровень безработицы, а официальная бедность – подняться до 97%. Афганцам грозит голод и последствия такого кризиса будут разрушительными не только для самой страны. Поэтому диалог с Талибами – единственный путь к решению проблем, считает в Организации Объединенных Наций. Ряд стран, входящих в ШОС на недавней международной конференции в Ташкенте, выразили готовность усилить экономическое сотрудничество с Афганистаном. Россия, к примеру, уже обнулила таможенные пошлины для афганских товаров и готова к переговорам по поставкам зерна и нефтепродуктов. А Китай поддерживает трансрегиональные проекты в Афганистане, которые предлагает Узбекистан. В частности, строительство железных дорог Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар и Западный Китай-Центральная Азия. Но как реализовать эти планы, если руководство страны – запрещенное движение Талибан? Мнением на этот счет поделился директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков. Не бывает тупиковых ситуаций окончательно. И все понимают, что ситуация Афганистана – самый важный факт – это время. И если затянуть вопрос с решением, то завтра действительно будет гуманитарная катастрофа, завтра начнутся огромные проблемы. И это вполне не исключено и обострение внутриполитической борьбы, и, возможно, вооруженной опыте. Никому это, собственно, в нынешней ситуации неинтересно и не нужно. Поэтому, собственно, и страны ШОС, а это значит Китай в первую очередь, потому что Китай была доминирующая, собственно, государство сегодня в ШОС с России напополам, то уж Китай все-таки в большей степени. И, конечно, они хотели бы форсировать те процессы, которые связаны со связанностью этих двух регионов – Центральной и Южной Азии. Если наладить отношения с Талибами, можно разморозить несколько крупных проектов. Среди них ТАПИ – газопровод протяженностью в 1700 километров из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию. Его запуск запланировали в 2017 году, но был отложен. Еще один проект – касса тысячи стоимостью больше 1 миллиарда долларов. Его реализация даст возможность экспорта излишков гидроэлектроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан, Пакистан и Индию. Ну и экономическое развитие, в любом случае, экономическая инфраструктура, она помогает решать проблемы безработицы, бедности, а следовательно терроризма и экстремизма. Афганистану сейчас нужно показать союзничество и нужно показать, что есть партнерство и с ним можно налаживать проекты. Потому что если сейчас мировое сообщество не будет этого делать, к сожалению, Афганистан может стать очередным Ираном, Северной Кореей. Талибы, в свою очередь, весьма заинтересованы в проектах, обсуждаемых странами ШОС. Гарантируют даже безопасность, обещая, что территория Афганистана не будет использована террористическими организациями. Отмечу, что и Казахстан проявил интерес к реализации проекта трансафганской железной дороги. Оказалось, Узбекистан и Пакистан не способны покрыть полностью расходы на строительство, в которое оценивается 5 миллиардов долларов. Бахамек Талибжанов, Ильдар Жуисканов, Студия 7. Хочется надеяться, что жизнь афганцев на самом деле наладится, ведь все понимают, голодающим людям терять нечего. И перейдем к теме, которая хоть и косвенно, но уже коснулась Казахстана. Речь об оспе обезьян. Сразу скажу, мы долго следим за развитием этой ситуации с болезнью в мире и внутри коллектива спорили, стоит ли вообще о ней говорить. В итоге решили, что стоит. Ну, во-первых, потому что ВОЗ уже признала вирус в чрезвычайной ситуации мирового значения. А во-вторых, Россия передала нам тест-системы на 500 исследований. А раз передала, значит, могут возникнуть поводы использовать. После всех этих новостей в голове невольно возникли параллели с коронавирусом, от которого скончались почти 6,5 миллионов человек. Но помните, как все началось? Поэтому мы все-таки решили выяснить, насколько страшен черт, которого весь мир сейчас так малюет. Еще одну пандемию ВОЗ назвала опасной для человечества и объявила по ней ЧАЭС в здравоохранении. И для этого, по мнению ученых, есть основания. Обезьянья ОСПА среди людей, ранее существовавшие в пределах Африки, за три месяца выявлено уже в 78 странах мира, а число больных достигло 18 тысяч человек. Большинство случаев выявлено в Европе и Америке в основном среди мужчин. Ранее в ВОЗ отмечали, что болезнь преимущественно выявляется у представителей сильного пола, вступавших в гомосексуальную связь. Мы также работаем с гражданским обществом и сообществами ЛГБТК+, чтобы предупреждать группы риска о симптомах обезьяни и ОСПА и предоставлять информацию о том, как они могут защитить себя. Также я хочу предостеречь страны об опасности гомофобии и дискриминации, которые могут помешать мерам здравоохранения, как это было по опыту СВИЧ. Впервые этот вид ОСПА был выделен у обезьян в 1958 году. Отсюда и название. Симптомы проявляются лихорадкой, сильной головной и мышечной болью, увеличением лимфатических узлов, также характерны высыпания или поражения кожи. Что касается вакцины, то конкретно от ОСПА обезьян прививки не существует. Но ранее успешно пользовались другой, говорят ученые. Это не ОСПА человека, а вирус ОСПА короб был взят за основу для приготовления вакцины против ОСПА человека. И в настоящее время против ОСПА обезьян можно применять этот же вирус. Но Всемирная Организация Здравоохранения в какой-то мере против этой вакцины, так как у этой вакцины, это живая вакцина. У нее есть небольшие реактогенные свойства, те, которые у отдельных людей могут вызвать определенное осложнение. Эксперты считают, что заразность у обезьяни ОСПА крайне низкая, но риски есть. Поэтому нужно избегать прямых контактов с больными, тем более физических, не пользоваться общими средствами гигиены. Вдобавок держаться на расстоянии, инфекция передается в том числе воздушно-капельным путем. Обезьяня ОСПА похожа на натуральную, но менее опасна. Смертность в той же Африке составляет до 10%, в более ранних годах было 30%. Сейчас в большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно максимум через месяц. Впрочем, по мнению наших ученых, разработать свою вакцину нам все-таки нужно. Если даже эта вакцина не понадобится, на основе изготовления этой вакцины, естественно, у нас повысится научный потенциал. Нужно сказать, что это не последнее заболевание, которое распространяется как бы эмержентного характера. В последующем необходимо, я думаю, что нужно ждать и другие болезни, более опасные и так далее. Поэтому научный потенциал необходимо развивать. В Казахстане случаев ОСПА обезьян пока нет. Ранее в Минздраве заявляли, что держат ситуацию на контроле. Мол, все пересекающие границу проходят термометрию. Кроме того, подготовлены специальные тесты. А еще есть хорошая новость для тех, кто родился до 1978 года. Еще при Союзе детей в обязательном порядке прививали от ОСПы. Поэтому у этих позрослевших граждан есть стойкий иммунитет. Эльмира Ержанова, Замат Кубигенов, студия 7. И знаете, вспоминается еще в мае, когда казахстанские ученые из НИИ проблем биологической безопасности заявляли о том, что они готовы за полгода создать вакцину. Так а в чем тогда проблема? Ну раз можем, почему уже не начали процесс? Чем мы хуже других стран, чьи разработки уже проходят апробацию? Я сейчас говорю, например, про Нидерланды. Разве нет желания быть в числе первых, говоря модными словами, хайпануть на этом и продавать вакцину по всему миру? Мы ведь создали против коронавируса. Правда, ее не признали в ВОЗ. Но если учесть ошибки того времени. Для того, чтобы казахстанская вакцина была для широких масс, вообще казахстанской медицине, казахстанской науке и казахстанской фармакологии должно быть доверие. То есть мы должны иметь какой-то опыт на мировом рынке, что мы делаем что-то качественное и это продаем. В народном месте не бывает такого, что мы придумали какую-то вакцину и она классная, похлопали, и давайте ее продавать всему миру. Есть определенные критерии, которым завод по выпуску вакцин должен соответствовать. Если в Казахстане создадутся такие условия, никаких проблем нет. То Всемирная Организация Здравоохранения, конечно, двумя руками будет голосовать за то, чтобы казахстанская вакцина была одобрена в мире и чтобы мы могли ее продать. В общем, ощущение, что до сих пор без чего-то одобрения на местах не проявляют никакой инициативы. Увы. Это студия 7, меня зовут Илья Рыбин, мы продолжаем. Друзья, напомню про наш опрос, голосуйте, а пока к другой теме. Очередной массовый падеж скота от неизвестной болезни зафиксирован в Казахстане, на этот раз в Улутаусской области. По предварительным данным, погибло более 60 голов крупного рогатого скота. И как нам удалось выяснить, во всем комитет ветеринарного контроля региона винит самих фермеров. Мол, крестьяне пренебрегают профилактикой. Леана Жамлеханова продолжит. Зимовье Коктобан находится в 320 километрах от Жасказгана. Таких зимовок только в Мебулакском сельском округе почти 150. В хозяйстве разводят крупный рогатый скот и лошадей больше полутора веков. На прошлой неделе начался падеж. Умерла первая корова. Ветеринары отправили пробы в столицу и в Караганду. И получили разные диагнозы. Одни говорили об инфекционной болезни, другие ставили в вину клещей. При забуе скота кровь вытекает, как вода и имеет жёлтый цвет. Это симптомы клещевой болезни. Такого здесь нет. Диагноз поставили неверный. Недавно приезжали и мерили температуру. Сказали, что шкала градусника выше нормы. Этим же может и человек заразиться. Позже лаборатории всё-таки пришли к единому выводу. У животных выявили ринатрахеид и тейрелиоз. Фермеры потеряли больше 60 голов скота, а это 25 миллионов тенге. Но оказалось, что именно по этим болезням выплата компенсации не предусмотрена. Один флакон с лекарством стоит 12 тысяч, второй – 16. Всё покупаем за свой счёт. Уже потратили больше 400 тысяч на лекарство. По словам сельчан, останки погибших животных они сожгли и закопали сами. А территория по сей день остаётся не огороженной. В комитете ветконтроля заверили, что направят специалистов для лечения скота и дезинфекции территории. А сделают это за счёт государства. Чиновники негодуют. Число павшего скота за один этот месяц раньше приходилось на три года. И винят в этом самих сельчан. Мол, фермеры пренебрегают профилактикой. Но и свою вину признают. На 150 зимовок здесь всего один ветеринар. С нашей стороны есть недостатки. Это вызвано отсутствием региональной лаборатории и невозможностью вовремя отправлять пробы в Нурсултан и Караганду. Однако владельцы скота должны заботиться о своих животных, следить за эффективным использованием средств, выделенных государством. О массовой гибели скота уже не раз сообщалось за этот год. Почти месяц назад в Шетском районе Карагандинской области пало 76 коров. Ещё две с половиной сотни заболели. В июле в майском районе Павлодарской области у порядка 600 животных выявили болезнь неизвестной этиологии. Ещё один факт. В мае в Акмолинской области в девяти районах заболели 4000 крупного рогатого скота. По мнению опытного фермера и активиста, в этом виноваты не только власти и ветеринары. Не сохраняются требования по условиям содержания животных. Бараны, коровы и лошади все содержатся в одном месте. Это неправильно. Нельзя говорить, что если в ауле выявили болезнь, то виноваты только ветеринары. Многие хозяева делают, что хотят и как хотят. Фермеры сами себе начальники. Правила СС не соблюдают. А ветеринары не могут им приказывать. Аспандия Арси Сенов добавляет, что в целом отрасль в упадке. Нет опытных специалистов. Но есть план, к примеру, по анализу на бруцеллез. А вот возможность заражения ящером никто не признаёт. Потому что это грозит экспорту. В общем, искать виновника можно долго. И понятно, что возмещать ущерб чиновники не хотят. Ну и хозяева погибшего скота надеются на какую-то поддержку. Тем временем география подобных ЧП растёт. Есть ли выход? И вообще, что делать-то? Мы решили выяснить у аграрного эксперта Кирилла Павлова. Лечить болезнь, нужно принять диагноз, согласиться. Нужно признаться с тем, что у нас полное отсутствие ветеринарии. И все предыдущие руководители угробили ветеринарную отрасль. Сейчас, по моей информации, в Казахстане грядёт вспышка ящера. Она уже есть в некоторых местах. Но власти её, скажем так, информацию скрывают. Почему мы решили, что идёт эта вспышка? Потому что приграничные с Казахстаном районы России начали активно вакцинироваться от ящера, активно вакцинировать скот от ящера. Это первый признак того, что у них триггеры сработали, а они знают, у них безопасность есть. Всё, что мы сейчас видим, это полный провал нашей ветеринарной политики. Полный провал политики вакцинации, взаимодействия между собой и институтов власти. Потому что у нас есть очень шикарные НИИ биобезопасности, которые прекрасные вакцины умеют выпускать. Но толку от их вакцин нет, потому что их никто не использует, не применяет. То есть есть учёные, есть кому разбираться, но при этом кто-то сидит в кабинетах и просто не даёт этому ходу. А параллельно с этим возникла ещё одна проблема. Отечественные фермеры заявляют, что может быть сорвана уборочная кампания, если в стране срочно не примут программу льготки для техники. В отраслифовом союзе даже написали письмо президенту Токаеву со ссылкой на его поручение в заседании правительства, где он поставил чёткую задачу поддержать льхозников. Насколько критична ситуация, мы решили выяснить у людей с поля. В гостях в студии 7 исполнительный директор Ассоциации фермеров Казахстана Акпар Мауленов. Акпар, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Всё объяснить. Давайте для начала поймём, насколько критична ситуация, каково состояние техники сейчас у вас? Вначале скажу, что у нас в Казахстане 148 тысяч тракторов и 38 тысяч комбайнов имеются в наличии. Вроде как бы огромные цифры. Однако из этого количества у нас 80% техники изношено. Старая, скажем так, техника. Ежегодно обновляется только 3-4% техники, хотя по нормативу необходимо обновлять порядка 10%. А средний возраст какой? Я просто тоже, как бы, часто мы снимали, да, разные материалы о том, что вроде как выдают технику. Возраст, возраст. Даже есть 70-х годов прошлого века, есть трактора. Вот мы часто ездим по регионам. Вот рядом здесь с Астаной, 40 километров, есть село Урозак. И когда проезжали, там крестьянин убирал это, сено косил, собирал. Заехали к нему узнать, что за техника. И представляете, у него трактор Т-40 82-го года, Беларусь 86-го года. И пресс-подборщик, вот этот старый Кыргызстан, аж с 78-го года. Вот исходя из этого, вы как эксперт в этом вопросе, скажите, пожалуйста, какая, так скажем, процентовка урожая теряется, если вот техника такая? Ну, если техника будет старая, это, во-первых, и сроки, все сроки нарушаются, все технологические операции. Если мы по срокам сева на день-два опоздаем, это минимум 10-20% урожая теряем. То же самое и с уборкой. Комбайны все старые, у него там внутри все решета, все эти наклонные, все механизмы старые. Он, во-первых, теряет при уборке, там зерно осыпается. Во-вторых, когда убирается в бункере, через эти все механизмы проходит, зерно рушится, много мусора там собирается. И, опять же, теряет и в качестве, и в количестве. Понимание со стороны, допустим, Министерства сельского хозяйства, я так понимаю, есть? Да, вот буквально вчера Министерство сельхоз сразу вечером собрал нас всех. Я хочу, вот, кстати, прошу прощения, я хочу сказать, что до этого появилось ваше обращение к президенту. Да, да. От союза с просьбой, вот как раз-таки, чтобы обратили внимание срочно. После этого состоялось совещание? Мы до этого вообще делали совещание 3 июня с нашими машиностроителями, с нашими уполномоченными органами, это Министерство сельхоз, Минииндустрии, предыдущие Каза Агрофинанс, которые финансируют. Наши фермеры участвовали, поднимали этот вопрос, вопрос увеличения цены на технику. И по итогам этого совещания мы написали письмо на имя Смаилова, что необходимо использовать деньги оператора РОП. Который... Да, там с утиль сбора собрали 250 миллиардов. Мы оттуда просили, в том письме мы просили 30 миллиардов, пока первоначально. После этого никакой реакции не было. И уже когда из уст президента 14 июля на расширенном заседании прозвучало вот это поручение обеспечить льготное кредитование сельхозтехники, наверное, у нас всегда так, обязательно президент должен, наверное, указать, кому что делать. После этого все зашевелились, мы написали такое письмо и уже просили 50 миллиардов с этого, со счетов РОП, без первоначального взноса, 3% годовых на 7 лет. Это очень такие тепличные условия для фермера, отличные. Какое решение сейчас? Вчера было совещание, вроде все поддержали, были и противники, что это типа 3% слишком нагрузка большая для бюджета. Мы объясняем, бюджет у нас для кого? Для народа, для фермера, он же должен работать. Мы не из бюджета просим деньги, мы просим деньги из утиль сбора, которые собрали... В том числе бюджет формируется с помощью ваших налогов, чем больше мы собираем, тем больше денег. Вроде там еще поспорили, остановились. Сегодня я читаю в интернете по всем новостным каналам, 40 миллиардов вроде. Мы просили 50. Вот теперь вопрос, смотрите, уборочная кампания скоро начинается. В какой срок вам надо получить эту технику, чтобы в этом году вы не несли потерь? Сколько времени есть и успеют ли они, как вы думаете? Ну, буквально месяц, месяц, полмесяца. Сначала августа уже надо деньги угонять. Это опять все процедуры, это постановление правительства надо, это все механизмы, это все надо отрабатывать. Вроде обещают ускориться, надеемся. Но здесь не говорится, что если мы сейчас осенью прямо не купим столько техники, мы там останемся без урожая. Мы этот урожай в любом случае соберем, но просто чем новее техника, тем, опять же, выше качество и на 10-20% недобора можно было бы восстановить с помощью новой техники. Спасибо, что вы к нам пришли, смогли все подробно объяснить. Мы надеемся, что благодаря нам, благодаря другим нашим коллегам проблема будет доведена и какое-то быстрое решение примут. Большое вам спасибо. Друзья, и что касается нашего опроса, мы у вас просили мнение о том, верите ли вы в реальную грузу. То спой обезьян, так вот, 56%, у меня чуть позже появляются данные, чем у вас. Говорят, что проблема раздута. Что ж, есть над чем подумать. На этом все. Увидимся с вами завтра в это же время. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова